Танец на шесте Здравствуйте Спасибо огромное, что пришли к нам Итак, рассказывайте, что же это за вид спорта Такой танец на шесте Вид спорта этот Очень красивый, очень сложный И очень интересный Очень сложный в каком плане? В силовом? В физическом, да Многие элементы не только физически Сложные, но они еще Очень полючие Потому что металлический, как вы сказали Шест впивается Либо в ребро, либо в какую-то другую часть тела Вот Поэтому он такой Вообще, на самом деле, я считаю, это спорт для сильных духом Лиз, ты сильна духом? Да, конечно Почему и когда выбрала этот спорт? В детстве я ходила, но я непрофессионально Занималась разными видами спорта Какие? Ну это плавание, например Также просто Танцевальный коллектив Ну то есть танцы все-таки были, да? Что-то общее похоже? Ну что-то, да, было похоже Но потом Как-то в интернете с мамой увидели Видео полдэнс И захотелось Так же Видео именно с Ириной Или С какой-то другой участницей? Просто в интернете С какой-то другой участницей И мы решили с мамой найти студию В Ростове-на-Дону И нашли студию Бейли Ирина, как тренер Жесткий тренер? Да Можно сказать, да Требовательный? Да Первые, вспомни слова, когда ты пришла Что она тебе говорила? Ну так сразу и не вспомню Ну какие-то замечания Мы видим отличная растяжка Вот, кстати, что за элементы? Это Вообще Эта связка была Стояла из балерины И Загибули, можно так сказать Затяжки Затяжки Название элементов Сначала еще как-то В какие-то рамки укладывалось Может лет 6 назад Сейчас это не укладывается Потому что Ну столько вариаций Столько различных там Этих элементов Что просто А как на соревнованиях судить? Общепризнанный такой элемент И такое его исполнение А спортсмен делает Чуть-чуть по-другому Но это его видение Да, все правильно Вы хорошо, что затронули эту тему Есть именно у нас уже соревнования Которые оценивают По системе спортивной Например Похожей на спортивную гимнастику Там каждый элемент Занесен В таблицу И Спортсмен указывает Сразу Какие элементы Он будет выполнять То есть Импровизация Уже получается Не разрешается Если он срывает элемент Это получается Видно То есть Он не может его заменить В процессе Например Что-то пошло не так И он решил заменить То есть Да, уже есть такие Жесткие правила И там каждый элемент Он там С каким-то своим Названием Номером Занесен в таблицу Какие-то варианты То есть Такие основные элементы Уже вносятся И какое-то количество баллов Да И какое-то количество баллов Все правильно И соответственно Штрафы определенные Уже занесены То есть Проскользнул Немножко на пилоне Там, где не нужно Там Минус 0,2 Не натянул Там носочек Минус 0,2 Ну то есть Что такие Лиз, какие-то соревнования Уже были? Да Я участвовала В Краснодаре На соревнованиях И у нас в Ростове Также проходили У нас в Ростове Проводят соревнования? Да У нас Редко Ну вот проводят Очень редко По сравнению А что это? Чемпионат Ростовской области Первенство Как называется Ну это обычно Да Областной чемпионат Не только Ростовская Там Краснодар Ну то есть Открытый Да Открытый получается И какие места были? Ну Потому что вторые Но я надеюсь Первое место занять Потому что я готовлюсь К следующему соревнованию Которое будет проходить В Самаре Когда? 22 апреля Он будет идти Три дня То есть Еще два месяца? Да До турнира Ирина Вы там будете В качестве тренера Судьи Или действующей спортсменки? Я там буду В качестве тренера Который готовит Целую почти команду От нашей студии Сколько? Сколько? Так У нас Значит Едут Два Профи Взрослых Парни? Нет Девушки Две девушки Уже профессионалы Это наши тренера Едут И трое любителей Учениц То есть категория Профессионалы Любителей Она разделяется Вот Три Любительницы Едут Это наши ученицы Вот И в детях У меня В юниорах Лиза едет И в категории Kids Дети до 12 лет Еще одна ученица Моя едет То есть получается Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Семь человек На счетах Здорово А вы почему выступать не будете? В категории профи Ну у меня другие планы Я просто собираюсь Сейчас на другой чемпионат ехать Ну и как бы Поподробнее можно рассказать? Ну Я собираюсь в Москву ехать На чемпионат В марте Россия Вот Он открытый тоже чемпионат Он только среди профессионалов А в чем подразделение? Вот когда человек понимает Что он уже профессионал, а не любитель? По уровню элементов По частоте их исполнения По качеству То есть градация какая-то есть? Да Волчок исполняешь, ты любитель А стульчик это уже профессионал Ну, грубо Словно, да, есть Например, если его силовые выходы Уже делаются в элементы правильно То уже, значит, это профессионал Алис, какие планы? Ну, конечно же Участвовать в следующих соревнованиях И путешествовать После Старатова, да? Да, да После Самары А, Самары, прошу прощения После Самары Участвовать в других соревнованиях Потому что они проходят по всему миру И так же Путешествовать И далее уже, может быть, в будущем Поступить в какой-нибудь колледж Или университет хореографический И быть преподавателем Как и мой тренер Елизавета, желаем успеха В ближайшем турнире И будем ждать, конечно же В гости с победой Ну, а пока я передаю слово Моему коллеге Роману Саганову Он подготовил небольшой отчет О последних событиях Из мира донского спорта Физкульт-привет! Лева, спасибо! Я начну сегодня с гонбола Вернули должок За единственное поражение В группе Кубка ЕГФ Гонбольный клуб Ростов-Дон На своей площадке Уверенно разобрался С норвежским Бьёстеном Норвежский Бьёстен Транхейм Уникальная команда Которой дома в Норвегии Удалось переиграть ростовчанок Тот матч стал первым Для наставника Ростов-Дона Фредрика Бужана Но сейчас все иначе Донские красавицы Уже находят взаимопонимание С французским тренером И при отличной обороне Превосходно действуют в атаке Мы стартовали плохо Месяц назад Сыграли не лучшим образом В Норвегии Но это помогло нам Взглянуть реально на вещи И мы стали работать качественнее После того поражения Наша команда Изменилась в лучшую сторону Наши девушки Резко отрываются в счете Раз за разом Убегая в быстрые контратаки После первой половины игры Мы впереди 28 Хотя по-прежнему в лазарете Олимпийские чемпионки Бобровникова и Ильина Но и у гостей много потерь В заявке всего 11 человек А средний возраст Не дотягивает до 22 лет Сегодня мы встретились С очень сильной командой Которая разбежалась И у нас с самого начала Не было шансов До этого мы играли В напряженном графике И похоже устали Да и состава не хватало Потому и сыграли не лучшим образом Во втором тайме Игровая картина на площадке Не изменилась Преимущество ростовчанок Подавляющее Разница в счете Выросла еще на пару мячей И в итоге разгром 35-21 Это наша самая крупная победа В кубке ЕГЭ Мы исправили все свои ошибки Которые допустили В прошедшем матче с Аббиацией Мы слушали все наставления Все советы тренера Мы изучили слабые стороны соперника Сильные стороны соперника Что послужило нам Стимулом, наверное, для победы Тот второй игрок Который прошел С Норвежьи В четвертьфинале Кубка ЕГЭ Вице-чемпиону России Предстоит сыграть С французским коллективом Брест Который на групповой стадии Дважды обыграл немецкий Липцег И один раз Уверенно победил В противостоянии с Кубанью Евгения Трифилова Хоккейный клуб Ростов Разгромив на своем льду Барнаульский Алтай 5-1 В ответной игре Не сумел разморозить Сибиряков Я даже не знаю, что случилось Вроде настраивались Должным образом Тренера предупреждали Что будет другая игра Не знаю, что тут Не знаю, может, бывают такие игры Что-то сегодня вообще Ничего не клеилось Все перелетало Все не долетало Непонятно, что было 0-2 в начале второго периода Такое не могло и присниться В страшном сне Ростовским болельщикам Но иногда Сны становятся явью Скромный барнаульский Алтай Сумел уложить на лопатки Лидера первенства ВХЛ В середине второй 20-ти минутки Барнаульцы третий раз Зажигают красный свет За ростовскими воротами Сегодня нам больше повезло Удача повернулась Лицом Забили и выстояли Григорий Пантелеев Экстренно меняет вратаря Крапова вместо Горелого И хозяева усилиями Григория Аксютова Отыгрывают одну шайбу Учитывая фактор везения Барнаульцы бегут вперед И в третьем периоде Вновь доводят преимущество До трех шайб Страсти на площадке накаляются Гол Алексея Алтухова Дарит ростовским болельщикам Маленькую надежду Тренерский штаб Кондоров Идет в Абанк Выпускает шестого полевого игрока Но время играет на стороне Алтая 2-4 Эти цифры на табло Сохранились до финальной сирены Хочется извиниться перед болельщиками За сегодняшнюю игру Я обещаю, что больше такого не повторится И впредь Я надеюсь, что у нас Мы все-таки сможем показывать Хоккей Который мы умеем играть И любим играть Шанс реабилитироваться Ростовчанам предоставится уже 18 и 19 февраля На выезде в Чебоксарах И напоследок я предлагаю Отправиться на тренировку Прекрасных девушек Подопечных нашей сегодняшней гости Ирины Бельваровой И узнать, почему они занимаются Танцем на шесте Начнем с того, что у меня муж Занимался этим видом спорта Муж занимался Да, он занимался Они выступали даже в дуэтах На России Заняли второе место И как-то он меня так подтянул И все Он продушил, а я осталась Вот Ну, интересно это На пилоне вообще-то Работаются абсолютно все Мужцы Начиная от рук Заканчивая ногами Бедрами Ягодицами Прессом Всеми И все задействованы Нет, наверное, такого Элемента Где бы не работала ни одна мышца Все работает Ну, в основном, конечно Это больше на руках Потому что все время Что-то подтягиваешь Все время лезешь Лезешь Что-то на руках делаешь Флажки Это все уже Ну, больше, наверное Все-таки плечи От этого всех спортсменов В руки плечи А на сегодня у меня все Будьте здоровы Занимайтесь спортом Лева, передаю слово С удовольствием тебе Роман, спасибо огромное Тем временем У нас новая Замечательная гостья Дочка Прекрасного тренера Ирины Бельваровой Ева Курабова Тебе твое имя нравится? Да Ну, она немножко смешная Смешная? Ну, иногда говорят его по-другому А мне не нравится По-другому? Мне нравится просто, когда Ева называют А говорят по-другому Ты в каком классе учишься? Во втором Во втором классе Уже Адам есть свой? Угу Мальчик, который нравится Ну, мне нравятся, естественно, все Ну, я еще не знаю Один нравится Другой тоже Мне оба нравятся Здорово Мы знаем, что ты занимаешься спортом Таким же, как и мама Да? Вот расскажи немножко Что за спорт Танец на шесте? Зачем он тебе нужен? Ну, мне просто интересно Потому что Мне нравится Интересно Трюки новые делать Правда, их трудно делать Ну, не боишься там падать? Соскальзывать? Ну, немножко боюсь Я соскальзываю тогда, если уж Ну, страшно немножко Мама страхует? Или уже доверяет? Ну, я Ну, страхует Конечно Я и мат, и страховка Если наверху То, конечно, страховка Если внизу, то нет Ну, а как мама функцию? Нравится? Да Какой у нее Самый трюк запоминающийся Для тебя? Ну, не знаю Много Много всего? Сочка такая маленькая И уже можно заниматься Таким сложным Физически сложным видом спорта Семи лет желательно И это обуславливается Больше физиологическими Да? Потому что Маленькая ладошка Совсем у маленьких детей Соответственно Для этого нужен Более тонкий снаряд Ну, у нас снаряд 4,2 Это... Сантиметра В диаметре В диаметре Это как бы стандарт Для женской руки Меньше есть Но он для других элементов Может быть не очень удобен Есть также и более широкий И вот признан Именно средний Что он и для одних элементов удобен И для других Соответственно Для такого диаметра Все-таки уже постарше Когда у них сила хвата Побольше Вот А так, в принципе Это та же гимнастика То есть И, конечно же Все начинается с базовых элементов Даже приходя детки Там заниматься к нам Они начинают Обязательно С общей физической формы С растяжки С постановки корпуса То есть Здесь никаких-то таких вот Как люди ожидают Чего-то увидеть Нет Все так же Вот Все потихоньку Ступенька-ступенька И вверх идем Уважаемые друзья Я напоминаю Что у нас в гостях сегодня Прекрасные девушки Очаровательная Ева Коробова Малышка Которая занимается Уже таким Очень сложным Силовым видом спорта И ее мама Руководитель Танцевально-акробатической Школы для взрослых И детей Бель Ирина Бельварова Спасибо огромное За то, что пришли К нам в гости Будем надеяться Что ваш вид спорта Уже совсем скоро Пополнит Олимпийскую семью Да В 2020 году Мы знаем, что Так уже Его будут просматривать Хотя затем Возможно И выходцы Из Донского региона Будут радовать нас На Олимпийских играх Все верно? Да Вот И может быть Ваши ученики Может быть Даже Ева Конечно Уважаемые друзья С вами была передача Спорт на Дону Увидимся Ровно через неделю До скорого